Рыбы, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. Я вас приветствую на своем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на неделю. Смотрим и анализируем период с 28 марта по 3 апреля 2022 года. Работаем мы сегодня с Тарой Телемой, а также с Золотыми Венецианским Ленорман. Именно их мы будем использовать в работе для получения информации. Поэтому, пожалуйста, настраивайтесь на расклад и будем смотреть с вами предстоящий событийный ряд. Итак, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Ох, какая знаковая у вас неделя. Обратите внимание, три старших аркана. Причем я смотрю многих знаков зодиака. Эта неделя просто какая-то переломная во многом. Ну, давайте смотреть, о чем же здесь идет речь. Итак, колесо фортуны, справедливость, она же правосудие и повешенный. Аркана указывает на удачный период для регистрации компании, получения суд, кредитов, решения каких-то материальных вопросов, судебных исков, которые у вас были. То есть пересмотр, апелляции. То есть, знаете, как ситуация, которая лежат положительно в вашу сторону, особенно если это касалось каких-то материальных моментов, возмещения ущерба, получения материальных либо моральных компенсаций. Помимо всего прочего, дело хоть и, знаете, как слишком тормозится, идет медленно, но тем не менее, в любом случае решится в позитивную сторону, потому что как суд, либо люди, которые решают вопрос, они как на вашей стороне. И, соответственно, вы получите положительный результат. Если это была ситуация, когда вам длительный период возвращали долг, то, наконец-то, знаете, как частями вернут, либо если стопорились какие-то сделки, особенно которые могут касаться каких-то госструктур, ну, если вы госслужащий, должностное лицо, либо вы работаете в миграционных службах. Поэтому здесь, знаете, как ситуация, когда у вас уходят какие-то ограничения, ситуация решается легко, нарабатывается новая клиентская база, либо к вам приходят за услугами новые лица, ну, то есть тут идет все в позитивном ключе. Еще, как бы странно, это не прозвучало, но тем не менее, это может касаться не именно вас, а, допустим, ваших родственников, которые могут в этом нуждаться. Потому что колесо фортуны – это как поворотная точка правосудия и повешенный, когда, допустим, близких вы можете поместить в рехаб, то есть наркологическая клиника, либо то, что связано с вопросами пищевых расстройств, алкогольной зависимости, психоэмоциональной, ну, то есть если там где есть нервные срывы и так далее. И это действительно будет благоприятно и поможет решить проблему. То есть здесь вот аркана указывает на то, что вот затяжная ситуация, которая будет решена со знаком плюс. Либо блокированные счета, если у вас таковые были, то каким-то образом вы сможете, то есть либо вам счета разблокируют, либо вы можете перевести из деньги какой-то иной банк, другую финно-организацию и, соответственно, пользоваться ими. То есть вот в таком аспекте здесь звучит информация. Если карты смотреть с точки зрения личной жизни и на текущем этапе вы свободны. Могу сказать так, что здесь еще не время. Несмотря на то, что перемены у вас происходят, вы меняетесь как личность. Но правосудие повешено, это знаете, как духовный личностный рост, который необходим для дальнейшего движения вперед. Хотя вам это сейчас сложно дается, но тем не менее необходимо. Но знаковых либо ключевых знакомств в рамках этого периода не предвидится. Если вы состоите в любовных треугольниках, то вот эта вот ситуация, она так и будет здесь подвисшей. Потому что двойка жезлов, ну, назовем вещи своими именами, и вашим, и нашим. Либо жить на два двора, на две семьи. И по повешенному, ну, пока не меняется. Хотя колесо фортуны и правосудия вы здесь будете взывать уже как к решению вопроса, принятию того, что вы хотите официального союза, либо официального оглашения ваших отношений по принципу не прятаться по кустам, а строить отношения открыто. То есть, это знаете, как работать в этом направлении. И если вы находитесь в стабильных союзах, то есть вы встречаетесь, вы сожительствуете, либо у вас семья и брак. Так, у вас здесь конфликт. Причем, как мне показывают карты, конфликт затяжной. Причем, если посмотреть вообще как-то на ровном месте, без объяснения причины, и вы переживаете очень сильно по этому поводу, как он здесь разрешится. Можно сказать так, примирение здесь наступит, причем по шестерке кубков. Это, во-первых, вопросы ностальгии, плюс влияние каких-то родственников, влияние детей, допустим, если у вас таковые имеются на ситуацию. И, как следствие, вас за обновление ваших отношений, то есть вопросы примирения здесь наступят. Можете здесь не переживать. Но, тем не менее, если будет момент, что к вам пойдут на сближение, не острите, не язвите по пятерке мечей, стараясь уколоть вашего партнера или партнершу. Потому что ситуация для вас работает не в плюс, а в минус. И еще сильнее усугубите ситуацию. Поэтому будьте здесь благоразумны, идите на компромисс. Если, Аркана, смотреть с точки зрения работы, заработка, и на данном этапе вы не работаете. То есть вы домохозяйка, вы не работающий пенсионер, либо вы в декрете. То колесо фортуны, правосудие и повешенное указывает на задержку каких-то, возможно, плановых выплат, субсидий, пенсии, пособий и так далее. Но, тем не менее, они будут, то есть могут быть какие-то дополнительные дотации. Поэтому переживать вам по этому поводу не стоит. Если же вы в статусе соискателя, то здесь, как говорят Арканы, ситуация застоя. Почему? Потому что либо рассматривают вашу кандидатуру вместе с другими. Потому что, видите, вы дотягиваете даже Аркан, пятерка кубков, трудоустройство. В рамках этого периода здесь нет. То есть нужно переждать, выждать момент, пока... Но я смотрю, что колесо фортуны и правосудие рассматривают вашу кандидатуру с другими. Но решение еще не принято. В течение этой недели принято оно не будет. Это уже, знаете, как то, что переходит на следующий период. Так, если смотреть ситуацию для тех, кто является наемным сотрудником, то здесь, как говорится, успеть за всех и вся. Двойка Пентакли работает за себя и за другого товарища. Потому что, ну, по ряду причин, либо люди заболели, либо отсутствуют колесо фортуны и правосудие. Это на вас будет возложена новая ответственность, новая должностная инструкция. Да, это будет компенсировано в материальном ключе, в материальном аспекте. Но, тем не менее, будьте здесь зашиваться в прямом смысле этого слова. Если же у вас свой собственный бизнес, то здесь придется попотеть с целью для того, чтобы его не только отстоять, но и развивать в дальнейшем. Потому что колесо фортуны и правосудие повешены. Здесь может идти ряд ограничений, которые блокируют работу вашего предприятия. Продажа товаров и услуг. И вам нужно будет адаптироваться под текущее положение вещей или каким-то образом, ну, пытаться выстраивать рабочий процесс. К сожалению, ситуация здесь пока неизбежна. Повлиять на нее вы не можете. Нужно принимать ее как данность. В плане состояния здоровья. Колесо фортуны и правосудие повешены. Обратите внимание на ситуацию те, у кого проблема с 12-перстной кишкой. Потому что если была проблема, наплевательски к этому относились, то может здесь идти образование, знаете, как бы язвы. Поэтому при малейших недомоганиях или болях моментально дуете к врачу. Не усугубляйте ситуацию, значит, можете нажить себе еще каких-то здесь более серьезных проблем. Так, что здесь в негативе? Сила, маг, жрица. Ну, это просто. Одни старшие арканы. Что за неделя такая? Ну, что могу сказать? Во-первых, повторюсь, если это в плане состояния здоровья, наличие скрытого заболевания, которое усиливается, вам нужно обращаться к врачу. Это раз. Далее, просить кого-то о содействии для решения вопросов и ситуаций, на которые вы повлиять не можете. Следующее. Сила, маг и жрица – это проявить благоразумие в плане урегулирования каких-то конфликтных вопросов и ситуаций, то есть не лезть на рожон. Дальше. Если вы эзотерик, практик, занимаетесь вопросами чистых других людей, будьте бдительны, потому что это вам ситуация по силам, но здесь возьмете лишнего на себя. Может, это отразится на вашем самочувствии, на вашем состоянии здоровья. И здесь еще такой момент. Несмотря на силу вашего слова, умение у вас очень хорошо получается манипулировать другими людьми, внушать, вести за собой массы, то здесь, знаете, как сила слова, которая может сработать против вас. Поэтому на этой неделе взвешенно думайте, о чем вы говорите, кому вы говорите и для чего. Потому что есть неблагонадежные оппоненты, которые могут воспользоваться информацией против вас. Допустим, ваш конкурент по бизнесу, либо кто-то еще. Потому что, допустим, вы пришли и говорите, вот, я разрабатываю какой-то патент, сообщайте, например, своей целевой аудитории, а кто-то мотает на усы, и знаете, как может вас не то, чтобы опередить, либо попытаться выяснить, что вы разрабатываете, как, зачем, для чего и каким образом. Поэтому, знаете, какие-то ваши еще не созданные проекты и прочие моменты лучше все-таки держать в тайне. И совет по ситуации. Смерть. Карта перемер, карта трансформация, карта адаптации к текущему положению вещей. То есть сложно. Ситуация здесь тоже цикличная, как мы смотрим по этим картам, но неизбежно. Принимать как данность, меняться, подстраиваться, адаптироваться, это то, что мы сейчас можем. Зовем так, трансформация наше все. В рамках этих 7 дней так точно. Никому сладко не будет. Это я уже вижу по остальным знакам зодиака. Ну и давайте посмотрим с вами неожиданность этого периода. Какова здесь будет ситуация. Так, развилка, игра и луна. Итак, развилка, ситуация сложного выбора. Игра, это когда будут пытаться вами манипулировать, в чем-то вас обмануть, либо сыграть на ваших эмоциях. И луна, это признак тому, что прислушивайтесь к вашей интуиции. Особенно на одном колоде, обратите внимание, у вас здесь падает карта гадалка. Это либо обратиться за помощью или советом к провидцу, провидице, нумерологу, астрологу, торологу, грудологу, кому посчитаете нужным. Либо, если вы сами являетесь эзотериком, то знаете, перед тем, как принимать какие-то решения, проверить свою интуицию за счет мантических систем. Обратиться к тем инструментам, с которыми вы работаете, дабы понять, верным ли путем вы идете. Это на самом деле очень важно, потому что здесь действительно неделя очень знаковая и очень значимая. Но, тем не менее, принятые вами решения будут верны и кардинальным образом будет менять текущее положение вещей. Поэтому это очень важно. Причем смотрю, верная действительно ли будет. Открываю, у вас падает карта вороны. Мудрое принятие решения, мудрый совет и мудрый выбор. Так, ну что, давайте весь негатив мы с вами уберем. Да пребудет с вами сила. Пусть будут положительные изменения. Будьте хозяином своей судьбы. И пусть интуиция, тем более вы знак зодиака рыбы, это ваша стихия, ваше все пребудет с вами и поможет вам идти в верном направлении. Я вам искренне от всей души этого желаю. Вот таким у вас выходит расклад на эти 7 дней, на этот период. Я искренне надеюсь, что у вас отыграется исключительно благоприятные аспекты. Я вам этого желаю. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Но для тех, для кого актуальны индивидуальные расклады или же обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь и до новых встреч.